Вера Ястребова, исполнительный директор Восточной правосущитной группы. Вера, здравствуйте. Хотим начать с вами с вчерашней новости о том, что Путину выдали ордер в Международном уголовном суде, а вместе с ним и детскому омбудсмену Российской Федерации Марии Львове Беловой их обвиняют в военном преступлении, которое заключается в незаконной депортации детей. С Путиным отдельная история. Мария Львова-Белова, понесет ли она наказание? Исследователи из Еля называют ее ключевой фигурой в этом преступлении, в принудительной депортации украинских детей. Все будет зависеть от того, будет ли продолжаться давление и внимание к этой теме. Отдельно хочу поблагодарить журналистов и представителей дипломатических миссий, которые в том числе благодаря и нашему отчету с коллегами из Института стратегических исследований и безопасности Павлом Лесянским мы составили и представили широкой общественности и другим коллегам из правозащитного сообщества, амбудсмену Украины. Потому что без поднимания этой темы, без фиксации этих нарушений, этих актов геноцида, не побоюсь этого сказать, я думаю, что было бы затруднительно аргументировать такое важное политическое решение. По сути, вчера это был очень такой существенный шаг от дипломатического сообщества и, так скажем, демонстрация того, что Путин стал нерукопожатым и потенциальным преступником, и что действительно его ответственность в Международном уголовном суде не за горами. Все будет теперь зависеть от того, продолжится ли работа в этом направлении всех вышеперечисленных. Поэтому мы сделали вместе со всеми такой первый шаг. Теперь необходимо будет дальше лоббировать наступление справедливого суда для военных преступников, в том числе и Марии Львовой-Беловой, и не только ее, и, конечно же, самого Путина. Вывоз России украинских детей комиссия ООН считает военным преступлением. По состоянию на февраль украинские власти называют цифру вывезенных из Украины в Россию детей 16 222 ребенка. В России таким детям меняют имена, фамилии, документы, соответственно, и отдают на усыновление. Как можно этих детей вернуть, и кто в этом может помочь Украине? Ну, конечно же, для того, чтобы это преступление раскрывалось, для того, чтобы сегодня мы могли идентифицировать деток, которые были украдены Кремлем из Украины, я считаю, необходимо создавать на национальном уровне службу, которая будет заниматься от принятия этих заявлений до идентификации детей, и до представления доказательств конкретно по детям, да, идентифицировать, устанавливать на территории Российской Федерации их месторасположение и способствовать реальному возвращению детей в семьи, в Украину, те, которых депортировала Российская Федерация. Можно сказать, что на сегодняшний день отдельными усилиями активистов, в том числе офисов полномочного по правам человека в Украине, ведется эта кампания, в том числе и профильный министр Верещук заявляла, неоднократно, да, то есть у нее под контролем эта ситуация, но здесь очень большой пласт работы, потому что действительно, как вы сказали, Российская Федерация заметает следы своих преступлений, меняя даты рождения детям, пытаясь их максимально рассредоточить, то есть если мы говорим о детках, которые были в детских домах, то их больше там, чем 4-5 деток в одно место не свозят, то есть их максимально рассредотачивают для того, чтобы в дальнейшем было сложнее найти, то есть эти группы детей разделяются. И действительно кропотливый, огромный труд за этим будет стоять, за именно идентификацией, так как отдельное такое существенное направление работы. Расскажите, пожалуйста, как устроено идеологическое воспитание украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации? Как работает эта система? Какие методы применяет Россия? Буквально позавчера мы презентовали вот такой мониторинговый отчет, посвященный этой теме идеологического образования детей. Мы с коллегами из Восточной правозащитной группы и Институтом стратегических расследований безопасности, моим коллегой Павлом Лисянским, при поддержке посольства в Великобритании, провели такое достаточно фундаментальное исследование с привлечением научных деятелей и проанализировали полностью, каким образом выстроена система идеологической обработки. Воспитание здесь взято в кавычки в названии, потому что к воспитанию это не имеет никакого отношения. Это программа по зомбированию детей, разработанная и поддержанная администрацией президента Путина, направленная на стойкое формирование образа врага в лице Украины. То есть они, по сути, соединили милитаризацию, которая проводилась ранее на территориях неподконтрольных, они соединили это еще с таким идеологическим базисом, построенным на искажении фактов истории, то есть полностью перевирается история Украины, детям вбивают нарративы, что якобы Украины не существовало, что подведем базис под оправдание войны и агрессии России против Украины, что якобы Российская Федерация кого-то идет спасать и освобождать свои территории. Это они так детям преподносят на оккупированных территориях. То есть они пытаются сейчас полностью изменить историческую память и, кроме того, насадить вражескую идеологию и в будущем вовлечь детей, подготовить из них будущих солдат, солдат Путина. Проводится, очень много уделяется времени образованию как во время школьных уроков, так и позашкольными уроками. Там многочисленные так называемые военно-патриотические клубы, где детей учат тактики обращения с оружием, огневая подготовка, топографическая подготовка, оказание первой медицинской помощи. То есть это такая армия для маленьких деток уже начиная с 7 лет. И хочу заметить, что те оккупационные администрации, которые действуют на захваченных территориях, они пристально отслеживают. То есть если родители противодействуют и доносят ребенку другую информацию или создают условия для того, чтобы ребенок не посещал эти уроки, то через эти администрации на родителей оказывается давление и запугивают, и угрожают тем, что если они будут, как они выражаются, противодействовать получению ребенком образованием, то это якобы основание для того, чтобы лишить родителей, соответственно, родительских прав и изъять у них из семьи ребенка. Ну а что делает Российская Федерация с украинскими детьми, то после этого, то поддавая медицинской фильтрации, решает их дальнейшую судьбу. Либо оставляет детей с болезнями на временно неподконтрольных территориях и продолжает уже под пристальным вниманием подавать вот такой обработке идеологической, да, либо же депортирует на территорию Российской Федерации, где рассредоточив по своей территории, там тоже отдельная концепция образования, тоже направленная на то, что я перечислила раньше. То есть, по сути, спасти какого-то рецепта, если ты находишься в оккупации, для ребенка очень сложно. Вот такое так называемое воспитание подразумевает перевирание истории. Можете привести пример конкретного исторического факта, который на самом деле вот это было так, а российскими оккупационными властями и вот этими так называемыми педагогами это перевирается по-своему. Вы знаете, я вам хочу сказать, что я бы не хотела популяризировать идеи, да, Российской Федерации. Мы предоставили отчет, и в этом отчете как бы мы опираемся на четкие факта. Вот я продемонстрирую. Это вот анализ учебных материалов. Да, Вер, просто понимаете, я просто думаю, что наши зрители, у них не у всех есть возможность увидеть этот отчет. И почему я прошу конкретный пример привести, потому что мы в рамках работы и навещания на русскоязычном марафоне в том числе опрашивали россиян в России, тех, кто поддерживает действия российских властей, тех, кто тоже считает Украину несуществующим государством. Вот для них, например, в 2014 году в Украине произошел государственный переворот. Когда им говоришь о том, что ну какой же государственный переворот, если Российская Федерация в лице президента, Кремля, парламента, кабинета министров и так далее, они признали выборы, которые прошли президентские, которые прошли в 2014 году в Украине, на которых президентом был избран Петр Порошенко. Кроме того, буквально там в мае-июне 2014 года Владимир Путин проводил с ним телефонный разговор, как с президентом Украины, о чем есть свидетельство там на сайте, официальном сайте президента Российской Федерации. И тогда, да, у них возникает вот этот вот вопрос, действительно, у них по телевизору рассказывают одно, а на самом деле все выглядит совсем по-другому, поскольку марафон «Фридом», он предназначен как раз для граждан Российской Федерации в первую очередь. Я и прошу вас привести какой-то вот такой яркий пример того, как эта история перевирается. Эта история перевирается под конкретные нарративы. В частности, нарративы о том, что Украины якобы не существовало. По сути, в этих материалах учебных мы создали специально полную версию, где есть QR-коды, и мы опирались на те исследования, те документы, которые в ходе исследования нами были добыты. Ну, я вам хочу сказать, что это не имеет отношения к истории, то есть это фантазия. В частности, о том, что война, агрессия России против Украины была направлена на защиту православия. Вот они создают историю и современность такой концепт, концепт Новороссии, и по этому концепту полностью подгоняют свои тезисы, обуславливая их тем, что это исторические факты. То, что вы вот только что привели один из нарративов глобальных, это о том, что в Украине якобы с 2014 года идет гражданская война, и что Российская Федерация пришла спасать русскоязычное население от неких вымышленных фашистов и так далее. Полная дискредитация, конечно же, революции достоинства и так далее. Я вам просто назову одни из примеров учебной литературы, по которой детей готовят. То есть есть учебное пособие, которое называется «Уроки гражданственности Донбасса». Вы знаете, мне кажется, что это конкретный анамнез. Как можно, какая у Донбасса история государственности, о чем он вообще говорит. То есть, ну, это вот на пресс-конференции, которую мы проводили позавчера, наш коллега Максим Бученко, который прорабатывал именно этот раздел, он как журналист, писатель, историк, даже он, будучи таким, так скажем, компетентным в этой теме, говорит о том, что настолько применяется манипулятивная тактика искажений, искажений, да? То есть это полностью вымысленные факты, вот полуправды, да? Ну, я даже этому цинизму уже не поражаюсь, потому что мы с 2014 года с коллегами работаем над тем, чтобы противодействовать Российской Федерации. Узнаем, да, что происходит на неподконтрольных территориях и остаемся до сих пор на связи с теми мониторами, которые помогают нам и все-таки, безусловно, верят в победу Украины. И я хочу сказать, это не имеет, это даже не поддается критике и дискуссии. То есть это вот факт, по сути, такого идеологически разработанного концепта, который внедряется массово. Вера, скажи, продолжая тему, изучая этот вопрос, знаете ли вы конкретно имена, кто за этим стоит в так называемых ЛНР и ДНР, кто за этим стоял, например, когда была оккупирована Харьковщина и часть Херсонщины, конкретных людей, которых потом можно наказать, притянуть к ответственности? Ну, прежде всего, мы должны с вами сказать, упомянуть о том, что в Российской Федерации структура образовательная этой машины, она контролируется двумя министерствами. Это Министерство просвещения, которое разрабатывает вот эту всю лошадь, которую потом по учебным программам уже внедряет в Министерство образования Российской Федерации. Вот, пожалуйста, все чиновники одного и другого министерства уже это спускают на места и в школах проводят эту работу. Как мы ранее в ваших эфирах упоминали о том, что после занятия аннексирования территорий и оккупации территории, частично, в Донецкой, Луганской области, что делала Российская Федерация первым делом? Она туда завозила своих учителей. Так же она делала на Херсонском направлении и в Харьковской области. Спасибо вам, Вера, большое. Вера Ястребова, исполнительный директор Восточной правозащитной группы, говорили о том, как Россия проводит идеологическое, в кавычках, воспитание украинских детей, как это работает и кто за то, как промывают украинским детям мозги на временно оккупированных территориях понесет наказание.